всех приветствую видео из разряда как нас дурит производитель кое-что мне тут нужно сделать есть у меня электро лобзик грант у него заявленная мощность 1150 ватт ну в общем режу я вот такую вот доску не обрезаю толщина у нас вообще смешная два сантиметра вот и на сучках он ее тяжело режет на вот четвертом положении мне стало интересно а действительно ли он такой мощный как написано на нем ну вот есть у меня такой прибор называется ваттметр его использую для ремонта бытовой техники мне удобно то есть сейчас у нас получается вот основной показатель на этом и не смотрим там время там стоимость электричества нам не надо мы смотрим на основной показатель это измерение мощности в ваттах вот то есть сколько потребляет прибор ватт вот значит у нас включен лобзик внимательно до 1150 ватт включаем без нагрузки видите да то есть 350 ватт максимум что показывает прибор этот с учетом того что лобзик работает без нагрузки сейчас мы его проверим с нагрузкой может быть будет плохо видно потому что мне неудобно одной рукой пилить другой снимать но тем не менее вот так вот вот так вот вот видите да то есть заявленная мощность прибора производитель вот этот вот грант он наврал как бы про заявленную мощность прибора в два раза я думал что мне ну что-то не так кажется потому что у меня например строительный фен есть этой фирмы да и но как бы он вроде работу свою выполняет но скажем совсем но не до конца вот и вот такая вот у нас ситуация ну с чем единственное можно сравнить вот это вот все это можно сравнить у меня еще есть инструмент марки днепро м вот ради интереса сейчас сравним так имеют циркулярку модель тут у нас значит написано номинальная мощность 14 киловатта рабочие 18 и максимальные 2 соберем сейчас проверим так циркулярку я собрал отключил давайте хотя бы так и включим врезать я сейчас не буду потому что мне как бы и сейчас не надо резать да и резать это как-то смешно циркуляркой двумя руками сейчас ребята может не кто-то расскажет в чем подвох не ничего не понимаю если бы я купил циркулярку например грант фирмы вот той она бы мне обошлась где-то на 1000 гривен дешевле вот этой ребята в чем подвох ну в общем вот такое вот видео получается сейчас я еще ради интереса проверю с болгаркой вот пожалуйста болгарка старк боевая ну то есть она уже много чего пережила перерезала вот перешлифовала поставил самый большой круп который не использую вот ну чтобы вы понимали я уже на ней подшипник менял на якоре щетки еще нормальные а вот подшипник разлетелся включаем а 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 вот тут у нас что написано 720 ватт ну не знаю даже что сказать мне кажется что в болгарке самые правильные показатели вот этого всего дела самое интересное что эта штука она как бы не врет она меряет нормально например я вот бытовую технику ремонтирую да мне вот в основном эта штука полезна для духовок как она нагрев показывают то есть максимальный вот то то что написано на духовке ну может быть там например там грубо говоря плюс минус 100 ватт но тем не менее общую картину я вижу то есть мне надо посмотреть все ли тены включаются вот и я это вижу по этому прибору а вот вот это просто не интересно стало как бы болгарками не вопросов нет она работает хорошо она не устраивает вот к циркулярки тоже ну вот поводу вот это вот чудо то есть получается 1150 ватт заявленная она выдает там максимум что-то до 400 то есть больше чем в два раза разница это конечно да так что ну вывод какой вывод такой что как бы ребят по поводу вот этой штуки ну что я могу сказать возможно если тут по крайней мере хоть как-то понятно что двигатель как это есть вот я думаю что если ей дать нормальную нагрузку до резать какой-то большой брусок то блин ну сколько тут 14 ну хотя бы наверное я не знаю но около киловатта она будет жрать так что это конечно хорошо по потреблению да то есть она нам как бы не бьет по карману по потреблению но вот просто к производителям остается как бы вопрос да зачем это писать может я что-то не понимаю может кто-то что-то знает и прошу тогда в комментах там написать может я что-то неправильно мере все тогда всем спасибо а вот следующий все таки ролик будет я вот через штуку вот пробую проверить детали стиральных машин и сравнить как как вот производители что там пишут и что на самом деле она показывает вот все всем спасибо за просмотр или новых встреч